доброе утро дорогие друзья всем доброе утро мы продолжаем изучать изучать тору видно меня хорошо надеюсь слышно тоже хорошо дорогие друзья все значит сегодня у нас сегодня у нас давайте мы посмотрим 20 октября до всем шалом всем шалом 20 октября и все значит сегодня четверг 25 тишина 20 октября до всем шалом шалом вот так значит сегодня мы изучаем продолжаем изучать книгу берешит и зачем нужно успеть сегодня пятница получается значит мы сейчас быстренько пройдемся по главе чтобы успеть ее дочитать завтра сегодня четверг завтра пятница и завтра мы тогда больше пройдем значит смотрите мы дошли до пятого дня в пятом дне в пятом дне были сотворены животные значит и сказал всесильные сделаем сейчас секундочку пятый день и сказал всесильные и шерцу а маем шерц нефешхая значит чтобы в воде появилась всякие нефешхая живая жизнь появилась воде значит появилась живая жизнь воде начала на там развиваться и значит и ов который птицы которые будут летать на земле земные птицы значит это было сотворено в пятый день очень интересно мы видим как идет постепенно развитие развития природы то есть начали были неживая природа потом стали травка потом деревья и потом пошли морские животные которые в ней были и птицы воевраил им это от они ним акдулим и сотворил сотворил всесильные значит больших вот этих морских животных сотворил здесь написано всесильные и всех которые живут нефешхая живая жизнь которая живет в воде и значит птиц которые по всем видам которые летают и увидел бог что это хорошо и благословил их всесильные говоря плодитесь размножайтесь и наполняйте воду в морях и птицам сказал чтобы они значит умножились на земле и был вечер и было утро день 5 здесь очень интересные есть моменты на которые хотел обратить ваше внимание что во первых во первых значит всевышний сотворил вот эту живую душу то есть идет как вот развивается начале была неживая природа потом это неживая природа она превращается в травку в в растение потом эти растения они превращаются в в мелких вот этих животных которые воде есть одноклеточные водоросли а есть одноклеточные амебы и ты где пойми где тут водоросль а где амоба то есть амеба это уже будет ближе к животным а водоросль это это водоросль да то есть непонятно кто они вирусы это кто это растения или они животные ли кто не вообще эти вирусы да этот коронавирус кто это вообще этот коронавирус но мы видим что жизнь она идет все время усложняется усложняется и дальше были сотворенный рыбой и птицы и как красиво посредutlich какой точный язык в торе значит сказал сказал бог написано рыбам в морях до плодитесь и размножайтесь а птицам сказал размножайтесь без плодитесь в чем разница вы знаете сколько икринок за жизнь может принести одна рыба я тоже не знаю вот я сейчас наберу в гугле я сейчас узнаю значит сколько сколько икринок выдает рыба дает рыба сколько икринок выдает рыба мечет рыба значит сейчас мы узнаем а цитровые способны выдавать до миллиона икринок за время нереста представляете до миллиона плодитесь размножайтесь сказал бог рыбам почему потому что рыбам то нет как они защитятся рыб очень много в воде вать они они большие съедают маленьких и так далее им некуда прятаться они глупые рыбы да они стаями ходят до их очень много богом сказал плодитесь размножайте чтобы вас было очень много миллион икринок дает осетровый за один нерест представляете удивительно теперь значит теперь дальше 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 ну ладно не будем даваться плодитесь рыб различно значит самка карпа например откладывает до трех миллионов икринок представьте если бы человек рожал три миллиона детей что было бы вообще это просто было бы три миллиона икринок а сама всего 500 штук ну даже если бы человек как сом был тоже нормально 500 штук за один раз значит у карпа 97 процентов мальков не доживают до трехлетнего возраста причем 93 процента икринок погибают течение первых 70 суток после выметывания их съедают другие рыбы земноводной водоплавающей птицы их сносит течением представляете написано в торе что бог сказал тем кто рыбам которые в воде он сказал плодитесь и размножайтесь то есть удвоенное благословение чтобы у них было очень на не были плодовитые а рыбам что а птицам что он сказал он сказал птицам только значит птицам он сказал умножайтесь на земле значит птицы несут там несколько яиц тоже нормально не несут там курица каждый день по яйцу по моему несет дайте если правильно помню то курица каждый день по яйцу несет тоже и заблюде такие плодовитые были и сказал все сильные значит дальше пятый день закончился сказал всесильные чтобы выпустила земля на пышка я лимину чтобы земля выпустила вначале идет на пышка я чтобы были дети и животные а потом бэма домашние животные значит чтобы они размножались на земле по видам и стало так и сделал всесильные значит животных земли по их видов и боемот это домашних животных по их видам и они начали размножаться на земле по видам значит увидел всесильные что это хорошо здесь мы тоже смотрим интересную вещь сегодня увидел у малбима что если мы возьмем неживую природу да то она твердая она очень твердая камни твердые ну то есть все неживое твердое дальше трава деревья то есть растительность деревья они более твердые менее твердые чем чем камни дальше потом мы возьмем если но они неподвижные потом если мы возьмем после растительности идут морские животные птички морские животные разные рыбы и так далее они более подвижные и они более мягкие, чем растения. Теперь, если мы возьмем дальше животных, то они еще более мягкие, еще более подвижные. И дальше человек, человек самый мягкий. То есть, если посмотреть человеку, он настолько вообще ни шкура у него нормальная, ни шерсти нормальная. Посмотрите на человека. Я шел по улице, вижу кошка вот вертикальная стена, где-то метра три. И она за два прыжка запрыгнула на эту стену. Человек не может так. Человек не может. Муравей, маленький муравей тянет просто такую на себе, бревно он тянет на себе. Человек не может так. То есть, человек, он самое слабое физически, но самое сильное духовное существо. Интеллектуально. Получается, что вот так вот природа, чем она более развита духовно, тем она более слабая. Это Малвим это заметил. И сказал Всесильный, сделаем человека. Все. И тут мы пришли к тому, что на шестой день Всесильный сказал, и в Торе написано очень интересно, написано на осе во множественном числе. Сделаем человека. Бет Сальмену по образу нашему. Бет Мутену, похожему на нас. Ваерду, Бедактана, Ям. И они будут властвовать и над морем, и над птицами, и над животными домашними, и над всей землей, значит, будет властвовать человек. Задают вопрос огромный. Как это... Кому Бог сказал, сотворим человека? Что за множественное число? Бог один, Он един. Что значит, сотворим человека? И вот, есть множество ответов, объяснений разных, но я вам сейчас сведу все в самое простое и понятное. Бог вначале сотворил вот то, что называется Всесильный, сотворил мироздание. Вселенная, природа, вот эти все минералы, там лица Менделеева, там потом растения, животные разные. Все, все, все вот это Он сотворил, то, что называется в Нижнем мире. Потом Он сотворил все, что в Духовном мире, это тоже огромная-огромная система, многоуровневая сферот, какие-то там то, что мы называем ангелы, силы и так далее. То есть, все это тоже, это все проявление Всевышнего, все мироздание это Всевышний. И когда Всевышний сказал, сотворим человека по образу и подобию, то есть, человек это квинтэссенция всего мироздания, соединение духовного и материального. В человеке соединено и духовное, и материальное. Как Всевышний, Он, Он это духовный мир, и Он же сотворил, и Он же материальный мир. Также человек состоит из материального, вертикально ходящая лужа. Из интеллектуального, это то, подобие Всевышнему, творец, создатель, свобода выбора. И из духовного, то, что духовное есть в человеке душа, которую мы сейчас пока даже не в состоянии постигнуть, величие своей души вообще, что такое душа, духовный мир. Мы об этом можем рассуждать, но все наши рассуждения о духовном, они похожи на рассуждения котенка. Сидят два котенка, рассматривают такой самолет какой-то, да, Боинг, и они обсуждают Боинг, устройство Боинга. Они не могут обсуждать устройство Боинга. Они просто могут смотреть на Боинг, и как-то они его воспринимают, но их восприятие устройства самолета, оно, конечно, неполное. Они не могут понять устройство самолета, котята. Так мы точно так же, когда мы говорим о духовных мирах, о Боге, то наш инструментарий, которым мы пользуемся, мы все равно вынуждены использовать и описывать Всевышнего и Духовный мир объектами материальными, с помощью объектов материальных, сравнений материальных, слов материальных. Поэтому, но в нас есть духовность, есть вот эта Божественная Душа, поэтому Бог сказал, сделаем человека по образу и подобию, называется все мироздание, называется в книгах по Кабале большой человек, а человек называется малый человек. И Бог сказал, как бы всему мирозданию сделаем человека, человек это как отпечаток, отражение, квинтэссенция всего мироздания. Понятно, да? Поэтому написано во множественном числе. Ваевра, Элоим, и сотворил Бог, тут написано уже в одинственном числе. Ваевра, сотворил, глагол сотворил в том написании, как Бара, он используется только сотворение из ничего в что-то. То есть не было до этого в мироздании, в реальности, не было того, что называется человек, душа человека. Поэтому Бог сотворил, Элоим всесильный, это Адам, человека, бецальмо, по образу своему. То есть человек похож на Всевышнего, как Всевышний, это все мироздание. Также человек в себя включает все мироздание и Всевышнего, и материальность, и все включает в себя человек. То есть этим мы уподобляемся Богу. И мы созданы по образу Бога, имеется в виду, что Он создал образ, по которому созданы мы. У Бога нет описания физического. И сотворил всесильный человека по образу своему, бецалям Элоим, по образу Всевышнего. То есть человек похож на Всесильного. Барауто сотворил его. Значит, мужчина и женщина сотворил их. То есть тут непонятно. Вначале написано, сотворил человека, а потом мужчина и женщина сотворил их. Но еще же не было женщины. Первый человек, он включал в себя мужское и женское. Как мы говорим о Боге, мы говорим Бог в мужском роде, но по факту, кто сказал, что Бог это в мужском роде. Бог это ни в каком роде, Бог это Бог, это все, это целое. И первый человек, он включал в себя все. В нем было и то, что называется мужское, и то, что называется женское. Мужским и женским сотворил их. То есть было в нем, в этом первом человеке, который образ Бога, в нем было и мужское, и женское вместе. Ваевареху там, и благословил их, Элоим всесильный, и сказал им всесильный, пруру, человек он тоже сказал, плодитесь, размножайтесь, умилует арец, и наполняйте землю. Вы кившуа и ее, кившуа это, как бы покоряйте, да, покоряйте ее эту землю, урду бедоктана ям, и властвуйте над морем, над морями, и над птицами небесными, и над всеми животными, которые есть на земле. То есть человек это венец творения, это пик, значит, развития всей живой природы, значит, выше человека, только Всевышний. И сказал всесильный, вот дал я вам всю траву, дающую семена, которая на земле, над поверхностью земли, и все деревья, которые здесь есть, которые дают плоды, дают семена, пусть это будет вам для пропитания. Первый человек, он получил от Бога, получил от Бога в питание все растительное. Первые люди не ели мясо, не ели, не убивали животных, и так далее. То есть первый человек, вот тот, которого Бог сотворил, он был, сотворение Всевышнего, он был вегетарианец. Вегетарианец. Отсюда мы видим, он был вегетарианец, то есть он ел только растительную пищу. Значит, и было так. И увидел Всесильный, что все, что он сделал, и это было хорошо, очень хорошо. И был вечер, и было утро, день шестой. Значит, шестой день было сотворено, уже полностью закончено творение, то есть было создано все в этом мире за шесть дней творения. Кому легче считать шесть дней, читайте шесть дней. Можно идти по версии, чтобы было понятно шесть этапов. Мне удобнее намного смотреть на эти шесть дней, не как на дни, которые мы привыкли, и мы называем днями. Это были шесть этапы, шесть этапов. Первый этап длился пять миллиардов лет, тогда еще не было ни людей, ни животных, ничего этого не было, ну и так далее. Значит, дальше. Дальше написано, что и закончены были небеса и земля, и все воинство их. Здесь говорится о том, что Всевышний создал духовные миры, они намного больше, чем миры материальные. То есть то, что мы видим в этом мире, знаете, сколько в мире видов животных? Давайте посмотрим. Значит, сколько видов животных? Сколько видов животных? Животных на земле. В настоящее время учеными описано более миллион шестьсот тысяч видов животных. Миллион шестьсот тысяч видов животных. Представляете? Теперь, а в духовных мирах, вот это все воинство их, все воинство их, это еще больше. То есть там духовные миры, они состоят из множества, множества миров, и там есть то, что мы привыкли назвать ангелы, есть разные сущности, которые в этих мирах. Ваиха лилуим байом ашви и закончил Всесильный в день седьмой работу, которую делал. Значит, Ваишбот байом ашви и остановился в день седьмой от всей работы, которую делал. И благословил Всесильный день седьмой и осветил его, выделил его из всех дней, его шаббат, потому что в нем остановка. Шаббат, Миколь Млахто, от всей работы его, которую сотворял Всесильный, чтобы делать. Каждую субботу, поэтому мы останавливаемся и в пятницу за ходом солнца мы произносим вот этот отрывок из Торы, свидетельствуя о том, что мы признаем, что Бог сотворил мироздание и сотворил человека. И когда Бог выделил этот седьмой день и остановился от всей производительной работы, то мы то же самое делаем каждую субботу. И этим мы свидетельствуем, произнося этот отрывок о том, что Бог сотворил мир и, значит, было это шесть дней творения и седьмой день шаббат. Поэтому шаббат называется суббота, это знак союза. И когда мы произносим этот отрывок с стаканом вина, стоя произносится этот отрывок, обязательно стоя, это как свидетели в суде. Мы свидетельствуем о том, что дело было так. Значит, понятно, да? Все, двигаемся дальше, двигаемся дальше, дальше мы будем двигаться завтра. Дальше идет это происхождение небеса и земли, как сотворял их Бог. Значит, идет дальше, это идет еще раз понятное описание человеческим языком. Рамбам говорит, что это описание, это не чертеж. То есть, здесь это описание, чтобы мы его вот с вами читали сейчас в 2022 году, в 20 октября, и понимали, о чем идет речь. Мы понимаем, до этого люди понимали, и уже Тора была дана 3334 года назад, и уже 3334 года назад люди читают эту недельную главу, читают еврести народ. Потом 2000 лет назад появилось христианство, и первые все христиане, 30 лет, они точно так же читали каждый год. Христианство это было секта в иудаизме, потом они отдалились, отделились. Но изначально они точно так же читали вот эту Тору, и сейчас называют, хотя это на русский переводят Ветхий Завет, хотя тоже откуда этот перевод вообще непонятный, Ветхий Союз. Не бывает Союза Ветхого, Союз это Союз. И так оно было, так оно было, и всем понятно, 3000 лет читаем, и все понятно. И тогда было понятно, и сейчас понятно. Просто сейчас мы можем это все проверить и увидеть, что действительно это было так. А 3000 лет в это верили, просто верили, что это было так, потому что человек без интернета, он не мог проверить. И он просто сидел, смотрел на небо и думал, да, вот это было сотворено звездой в четвертый день, да. А что, правда, что там, например, думал человек про животных, которые были птицы. Ну, то есть он в это верил, он не мог это проверить. Я думаю, что еще 500 лет назад, 500 лет назад только Америку открыли. 500 лет назад Колумб открыл Америку, это просто, ну, всего 500 лет назад. Понимаете? А до этого люди вообще не могли ничего проверить. Хорошо. Значит, удачи, успехов мы узнаем чуть позже после Ноаха. В главе Ноах мы узнаем, с какого момента Бог разрешил есть мясо. И почему он разрешил есть мясо, это написано в главе Ноах. Следующая будет глава. Значит, там как раз нам откроется, почему люди начали после потопа есть мясо. До потопа мясо не ели. Все, это факт. Вот написано здесь, что Бог дал людям вначале всю растительность пищу, и животных он пищу не дал. После потопа Бог сказал, что может есть животных тоже. Все, удачи, успехов. До завтра, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы в заслугу изучения Торы была связь каждого из нас сильнее со Всевышним, чтобы мы слышали и чувствовали его голос, его свет, и чтобы была у нас связь, устанавливалась в две стороны. То есть, от него мы получаем свет Торы и знания, и заповеди, а от нас идет выполнение заповедей и молитва. И когда эта связь хорошая, чтобы Всевышний выполнил ваши молитвы для вашего блага, и чтобы была рифлашлама Моши Бен Ирина, чтобы была рифлашлама Рита Бат Бася, и чтобы была рифлашлама всем хорошим, добрым людям, которые нуждаются в выздоровлении, и чтобы они почувствовали, поняли, что это выздоровление от Бога, и Бога за это благодарили. Все, удачи, успехов, счастливы. Ну и, конечно, чтобы уже закончилась эта война, которая просто преступная война, которую надо остановить немедленно, которая раскручивается и уже угрожает всему вообще человечеству. Это страшно, когда один, можно сказать, злодей берет и просто переворачивает весь мир. Война вообще, которая близится к ядерной, это страшно. Не один, на самом деле это не один, вся система работает, и нельзя сказать, что кто-то один ответственный, на всех нет ответственности. Ответственность на всем мироздании, на каждом из нас. Поэтому давайте мы что можем делать? Мы молимся, чтобы война остановилась как можно быстрее.